куса слега а это что такое ребята всем привет с вами александр и у нас часть номер два indoraptor против каждого хищника один против всех и вот такой вот рык ребятки означает то что у нас сейчас начнется этап номер два нашего сражения это нас indoraptor просто там гуляет а вот такая вот у нас уже подготовлена арена в каждом из инкубатора у нас находятся все возможные хищники все виды хищников которые только бывают аллазавр банионник велосирапторов да и на у них в общем-то абсолютно все хищники дело фазар кстати у нас до был в прошлой серии вот он у нас был на этом месте так а сражаться у нас на этот раз будут два вот этих indoraptor а ну будем выпускать их по одному сначала начнем с всякой мелочи с кормим его raptor а велосираптора дела фазаров да с кормим наверное может выпустить сразу двоих давайте наверно сразу двоих выпустим так будет по интересней как-то как по мне и потом будем по нарастающей выпускать все более сильных и сильных хищников как видите показатель 250 это максимальный урон который может быть так они там пока что выходят а мы здесь начнем так дела фаза в ригда давайте пошел на арену следующий идет велоцираптор и да и на них идут так давайте смотреть кто здесь у нас есть карнатавра ну карник потом моюнга метриок антозавр пойдет и давайте здесь выпустим саратазавр так вот это обычный прошлый раз у нас был немножко усилена была защита 99 85 28 у нас был 99 42 это тот который смог завалить indoraptor а ребята так ну давайте вот так вот так эти два придурка сами с собой сцепились так вышел да и но них так но эти наверно часами тут порешают глупцы а там у нас сейчас сератозавр сцепится с indoraptor напомню них максимальный максимальные показатели по дэмиджу то есть ну естественно думаю немножко улучшились показатели и по по другим показателям но это второстепенное изменение так давай давай завали его так ну чё-то это мелочевка короче не хочет особо сражаться но мы знаем что велосипед у нас в прошлом бою завалил одного недобитого indoraptor а так здесь у нас конечно без шанса да да два удара их она так слушайте так ну тут победил у нас велосипедатор ну его сейчас по-быстрому думаю съест вот этот indoraptor но цератозавру ничего не осталось он даже не смог повредить нашего indoraptor а может этот indoraptor доест этого дэйнониха так смотрите мелочевка между собой короче решает вопрос ладно давайте выпустим аллазавра и барионикса а то они уже между собой два идиота начали сражаться так не так так дело не пойдет так надо ребят наверно сейчас перезапуститься потому что мы не хотим же чтобы они друг друга поубивали перри иначе вы так сказать выпуская дилоса сейчас выпуская одного indoraptor а мы все таки хотим увидеть как indoraptor и их решают они как они сами между собой разбираются так ну давай 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 время выпустить 1 1 1 1 пошел так вот такая вот у нас тут аренка давайте может сейчас сразу как-то будем пытаться ну-ну-ну как-нибудь никак не хочет но я думаю они еще сами разберутся раптор против дела за отлично вот и все ну ничего он не с одного укуса слега это что такое а это же такое было он дилос при смерти так огрызался так так давайте выпускаем тогда дело цираптора но следующий то есть но он его никак не повредил но анимация была интересная не ожидал я такого прям это еще что привет брат не здесь у нас дела делаются по-другому только бой на смерть так интересно велосирапторы тоже так на спину попытается запрыгнуть наконец-то он заметил ну давай второй в общем то буду держать 2 в резерве то есть если этот не будет справляться ну этот не хочет запрыгивать да нет смотрите тоже 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 запрыгнул такая же анимация прикольно я даже не знал этого что так может происходить красиво ладно ну сейчас она его хватает за хвост и стягивает отлично так у нас здесь есть ух ты там у нас гуляет еще один но он там у нас на зрителях развлекается выпускаем дэйнониха то есть это блокирует наш этот эндораптор пока что пока он не отошел в ворота открывается да он просто стоит там и ждет знаете давайте мне мяска свежего ну кстати это у нас вулканчик так вот такой дэйноних у нас в зелененькой раскраски давай да и нас покажи свою дьявольскую натуру наверное его ссык от нас сейчас что капец один укус 55 процентов ну пока что не мелочь это не повредила нашего эндораптора а не успел хотел сделать так сказать паузу давайте выпускаем зухамима ну зухамимы слабая как мы знаем их и цератозавры унижают и карнотавры тоже унижают вот такой вот нас зелененький появился а эндораптор уже тут вот эндораптор конечно классные ребята они сами лезут в бой даже а ну это же у нас даже не база да ну базовые тоже лезли в бой как мы помним в прошлой серии ребята кто не смотрел 6 эндорапторов против всех динозавров 6 базовых эндорапторов в разных раскрасках против всех динозавров парка хищных имелось ввиду ну давай до 45 он снял с него столько же сколько из рапторов то есть зухамим как бы мелкий какой-то получается давайте посмотрим на этот танец смерти поближе эй привет братишка как дела дай 5 как там наш зухамим чик так кого выпускаем следующего то есть его по-прежнему никто еще не повредил давайте барионикса выпустим потом пойдет алазавр ну по нарастающей будем брать гига пойдет последним не ну точнее нет тираннозавр или гига кого пустить первым даже не знаю барионикс так переводчик говорит не барионикса барионикс ну и результат тот же 45 процентов за один укус они по размерам примерно одинаковые ну тонну весит наш кстати у 99 процентов что те не нравится вода надо вот воды сюда поставить таки сейчас он доест ну без шанса без шанса водичку я таки все-таки поставлю я думал чтобы она воды не было чтобы они были позднее но у нас долго живет здесь эндораптор и он короче вот так можно сделать так давай братишка ладно попьешь потом мы счастье выпустим алазавра я думаю потом ты разберешься что да как да почему так алазавры их так до сих пор и не рассмотрел ну чё там какой-то такой астромордный слишком на дело позора похож ну что-то его представлял по документальным фильмам с более крупной головой что ли так этот братишка пьет давайте мы сейчас на его статы посмотрим бой 107 на 33 конечно у нас тут 250 атака 250 на 65 на 158 он мощнее чем этот но он джентльменской алазавр ждет чтобы отгребте люлей очереди у нас на раздачу люлей ну у нас есть ли не справиться двое вот таких вот максимально вкачанных на атаку у нас еще один в инкубаторе с ударом 250 у нас есть еще сбалансировано прокаченные максимально там у них сто девяносто восемь там сто сто тридцать восемь сто шестьдесят стойкость вот так вот как то так что посмотрим так подождите а чё то он он повредился я чуть пропустил когда это он по щам получил так ну вот и все хана тебе алыч братишка братишка так ну вода вода еда все в порядке выпускаем следующего так гигу не бегу это это перебор на май юнга давайте май юнга зал давай 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 но они сейчас моментально встретятся май юнга завтра тоже унижали зуха мимовик 83 на 32 слабовато слабовастенько в три раза сильнее по атаке именно эндораптор так но на регене здоровья не уже 87 так это вся мелочь также сама пропускает такой длинношей какой-то просто пришелец так но он на этот раз не получил никаких повреждений выпускаем давайте карника не расходитесь не расходитесь у нас тут уже потихоньку образовывается гора трупов рады сообщить что в парк доставлен карнатавр карнатавр ну давай следующий кандидат от гребки 88 31 но то же самое что и май юнга залор по факту ну может я вот пропустил как его укусил один раз как это у него 77 процентов по и получилось так это его алыч укусил по факту один раз получается другой никто не смог пока что давайте метрия кантазавра выпустим не даем передыша к нашему бойцу красивым смотрите какая красивая раскраска у метрика но интернатор не уступает по размерам вот этим всем пока что тем кто появился но визуально хоть там у нас и были и двухтонные ребята 77 на 20 и вообще он слабенький мелочок а хотя бы по спине попрыгала у индораптора сто процентов он успел все отрегенить ребята все так может кто-то его успеет огрызнуть так сказать так ну явно не метрия кантазавр корчалозавр был пока что самым сильным из этих так спинозавр тираннозавр так у нас есть цератозавры давайте выпустим обычного и выпустим немножко более усиленного насколько я помню в прошлой битве он у нас смог завалить одного каким-то чудом ну он может был добитый уже из тех шести в прошлой серии так ну просто вот тут ложит не отходя от кассы интераптор полпути уже пройдено остались самые жирные если что я буду давать время но отрегениться если нужно будет если мы дойдем уже до индоминуса там уже как бы можно и дать ему время отдохнуть ну а пока что он вообще ни в чем себе не отказывает есть в удовольствии пьет в удовольствии и сражается в удовольствии они еще не устроили драку не надо панику разводить раньше времени так цератыч ну два укуса подряд вообще ни о чем выпустим немножко более бронированного цератозавра куда ты нажал промахнулся ну здесь он доел сейчас рядышком ляжет второй у этого немножко больше защиты как вы помните ну чуть-чуточку лучше показатели ну хоть разочек укусите его а а то второй там простаивает цераточки кстати не так уж просты цератозавра и баре баре ониксов за хамила вали тоже 45 ему защита его не помогла ему да ну и сразу просто он как будто бы опыта набрался кстати нету такого показателя как опыт но он просто их глаза им выдирает так смотрите кстати есть кто не знал ребята то каждый успешно выигранный бой дает больше рейтинга нашему динозавру кстати у нас еще тут умереть может раньше времени где вот срок жизни возраст 7 ожидаемые 58 но нет еще по еще поживет так давайте смотреть кто у нас еще здесь есть так здесь у нас пусто были два цератозавра теперь мы уже переходим к тяжелой артиллерии у нас здесь гига так индоминус ну давайте начнем со спинозавра типа как самый слабый что христи на завод ну раз так уж идет реально как бы чистые победы идут то наверно может в этой серии стоит давать индоратор восстановиться полностью ну давайте давайте спинозавра индоратор первым подбегает и первым атакует сколько тоже 45 ну осталось 45 это первый кого я вижу и алазавра я пропустил он дает сдачи но конечно силея у него не хватит тут сразу можно выпускать тюрекса потому что он вряд ли сможет его завалить потому что он всего за два укуса валит всех но если кто-то кого он не сможет завалить за два укуса но это будет только индораптор индоминус рэкс точнее только индоминус рэкс у меня вот надежда есть только на него так у нас просто бойня здесь ну давай рычи уже так это у нас такой крик отчаяния я бы сказал прикольно переливается индораптор давайте сделаем такой вот снимочек ну просто тут гора трупа у нас ребята и преступник у нас вот здесь тык вот так вот как-то еще давайте снимочек сделаем ну кстати неплохая картинка вот мертвые 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 титаны так ну ладно давайте может тирекс сейчас может сделать в джурайс колды лайк тирекс это у нас обладатель самого сильного укуса давайте будем наблюдать так 5 со стороны тиранозавра хотя стоит нам все таки на жизнь посмотреть 88 уже успел отрегенит 8 процентов тирексу сносит точно так же то есть если у нас динозавры без модификации то есть два удара и хана но они уже успевают по крайней мере ему нанести ответный удар 63 на 45 но тут без вариантов даже если он тирекс еще разок его укусит это будет капец эх царь склонил голову и такие глаза в закате бедняга делаем снимочек и отправляем в мир к морфею так ну что у нас еще осталось одна гига где-то осталось и индоминус так то есть нам даже 2 пока что не понадобится ну давайте гига не знаю если гига сможет победить я ее полностью отхиляю и выпущу нового эндораптора так ну гига интересно выглядит да не так как остальные динозавры есть у нее уникальный внешний вид ну давай давай гига ну давай давай гига твой выход вон твоя жертва да бой 105 на 32 но очень мало конечно интересно если их подвести то есть гигу вкачать на максимум и под эти показатели подогнать эндораптора конечно понятно что максимальные показатели эндораптора будут выше но если их сделать равными кто кого так устроили драку ну это да устроили драку ну остается только эндоминус но эндоминус а эндоминус не сможет эндоминус не победит точно я же забыл это же базовый эндоминус может точнее не может а побеждает базового эндораптора у нас эндораптор то не базовый посмотрим посмотрим ребятки ха ха прикольный момент такой эндораптор у нас улетел куда-то делаем снимочек так ну и тогда я выпускаю сразу эндоминуса он у нас базовый 116 на 34 ну кроме раскраски 50 процентов 49 так пьет пьет 50 начал восстанавливать да да все 50 51 ну посмотрим хватит ли половины жизни вкачаному эндораптору чтобы преодолеть эндоминуса рекса дело в том что эндоминус его вряд ли завали за два удара вот что я думаю а эндораптор все таки сможет за два удара мне кажется так кто первым атакует так давайте сделаем снимочек двадцать ше как такое может быть он всех всех кусал по 40 по 55 а эндоминуса укусил что-то чисто так из из любви сразу на на 74 процента они решили разойтись но эндораптор успеет отрегенить больше блин один эндораптор с максимально вкачаным уроном убивает абсолютно всех по очереди то есть ну если их выпустить все вместе то они как бы друг друга будут убивать это будет еще более легкая задача наверное потому что я не давал ему передышек ну вот и все как то очень странно я вообще на это не рассчитывал вот это поворот абсолютно нежданно как вы думаете ребята кто мог на такое подумать как это эндоминус он же самый сильный он базового эндораптора то убивает а тут что произошло что это такое я вообще не догадываюсь как такое могло произойти да ребяткин да еще и осталось чуть ли не 30 процентов жизни печалька какая-то случилось но абсолютно всех ребят и всех я выпустил так что миссия этого видео выполнено ну дальше мы будем устраивать более равные бои то есть будем брать максимально вкачаных динозавров и под их уровень подгонять уровень эндомин эндораптора также у меня еще есть ребятки в инкубаторе вот 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 здесь смотрите вот ну с такими показателями 194 148 160 то есть это максимально сбалансированный он сильнее чем вот этот эндораптор ну по идее должен быть сильнее чем вот этот эндораптор который убил абсолютно всех то есть я даже не знаю теперь что с ним делать ну это уже будет в следующих сериях а на этом все все ребятки и до скорых встреч так что не забудьте подписаться на канал и до скорых встреч всем пока пока